приветствую вас всех на своем канале орхидея от татьяны сегодня у меня новая идея возникла как вырастить из срезанного цветоноса хору огромное количество новых растений для начала вам расскажу как я храню свой мох потому что у меня очень сильно много вопросов задают как я храню свой мох которые я собирала из лесу смотрите беру такую прозрачную коробочку укладываю мох и всю зиму он у меня хранится в таком состоянии поливаю я его вот так беру не сильно заливаю вот так слегка ему хватает и он растет свеженький посмотрите какой хорошенький мох пушистый его можно применять везде вот например я применяла вот реанимашечка у меня стоит на муху ему я ее уже тоже поменять бы этот мог так как слежался уже немного и вот один корешочек погружен воду воду тоже сменить нужно так как мог внизу был землей и он немного вот так вот болтался и намокла земля и почернела вода нужно ее поменять и реанимашка очень хорошо себя чувствует в мхе замечательное растение но сегодня не арим не машках сегодня поговорим как вырастить новое растение из срезанного цветоноса вот у меня срезанный цветонос его нужно срезать выдержать сутки не больше ровно сутки для того чтобы подсох нижний срез обязательно на этом цветоносе должна быть живая хотя бы одна почечка вот она живая эти можно срезать где были цветочки они не нужны отсюда не выйдут а можно не срезать если у вас большую большую емкость какая-то стакан или еще что то вот тоже живая почка видите здесь уже не живая здесь на конце вот живая в общем я решила оставить эти все стебелечки как они есть и сейчас вам покажу свой метод как я наращиваю новых деток из срезанного цветоносика есть несколько способов выращивать деток я вам покажу свои любимые способы первый способ я пока уберу мух я выращивала деток вот такая у меня колба стеклянная ведь она уже запылилась всю зиму здесь стояла в этой колбе и здесь у меня срезанные цветоносы они стоят у меня в бутылке из-под молока здесь черная вода так как я насыпала активированный уголь они не гниют ничего посмотрите какой результат видите как они пускают много молодых почечек вот будет уже деточка видите сейчас вам поближе покажу же листочек будет развиваться вот внизу тоже что-то такое похожее ну когда будет точно я вам скажу точно пока я вам просто покажу не буду утверждать да или нет вот на этих местах она эти цветоносы мои срезаны это с белой королевской орхидейки они пускали длинные вот такие цветущие росточки вот такие как этот я их обломала я думала если я обломаю и пустит рядышком с листиком нет он просто застопорился и вообще перестал что-то делать расти и я решила не буду его трогать пусть стоит как хочет пусть растет как хочет буду ждать вот смотрите как растет интересно видите какую длинную ветку выпустил ну конечно если будут цветочные почки я их преломаю а так есть вот живые почечки пошли вдруг из этих почечек что как что-то прорастет вот здесь тоже я обломала видите застопорилась и засохла здесь вот цветоносик когда набрякнет цветочек я его обломаю пока пусть растет ничего с ним делать не буду конечно у меня есть цитокининовая паста можно было бы смазать почки они бы быстрее пошли в рост но я что-то не прибегаю к этой химии я стараюсь обходить ее стороной пусть будет естественно даже эксперименты у меня моя идея должна воплотиться в жизнь хочу попробовать без ничего эти цветоносы желательно ставить в теплое место светлое если есть у вас подсветка лучше попаду под лампы ставить у меня нет ламп я ставлю на окно и они меня просто стоят вот такая колба внутри оставлю бутылку смол из-под молока и вот такие цветоносики у меня стоят и прекрасно себя чувствует а сейчас хочу новый эксперимент устроить с мхом тоже мне кажется что будет очень прикольный эксперимент смотрите беру мох беру стаканчик с водой на дно стаканчика вот столько налью воды теперь беру свежий мох сколько мне там надо ну вот столько ниже опущу вот такое количество мха отломаю вот видите как он свеженький живой зелененький аж пахнет оберну ним стволик и погружаю в стакан вот таким образом покажу вам вот вот так у меня будет стоять этот стаканчик с цветоносом и новый эксперимент интересно как он будет развиваться за нее от не сгниет будем смотреть наблюдать за ним вот здесь даже шишечку поставлю для красоты вот так вот как красиво я думаю что он должен пустить и не один у меня пустит детку здесь почки вот живые есть здесь внизу тоже живая под почка а паста я не буду пользоваться тут все таки не новой вот таким образом можно из срезанного цветоноса нарастить энное количество деток сколько вам нужно здесь была одна деточка забыла вам рассказать вот здесь на конце я ее срезала белоснежная деточка очень крупная белая орхидейка срезала вместе с жестким вот этим не сама деточку с корешочками а со стволиком срезала и отдала своей подружке а надо было снять видео и немножко провтыкала ну ничего какая она была у нее же корешки такие красивые были все но эти цветоносы вон развиваются дальше надеюсь будет еще деточки и не одна так как они не собираются погибать не все в порядке будем наращивать новых орхидей еще можно путем опыления у меня есть видео как опылять орхидей q можете посмотреть и потом там раствор нужно делать специальный в общем это сильно заморочивая а это легкий самый способ самый легкий и простой теперь хочу вам показать композицию где сажала 2 варегатные орхидейки и в центре посадила такая она винная в полосочку красивая орхидеечка полосатенько как здесь на картинке наподобие только фиолетового цвета хочу вам рассказать чего я показываю эту композицию из-за того что пора ее поливать смотрите горшок с автополивом вода ушла она растет корея и сверху мох мох сухой я желательно ну не сильно заливаю вот эту палочку я поставила для того чтобы смотреть влажность моего субстрата видите она сейчас абсолютно сухая вот она была так вставлена вот я в другом месте вставлю абсолютно сухая корешочек зелененький еще можно не поливать но я считаю что нужно полить так как он немного привял и листики немножко стали мягко эти орхидейки очень хорошо прижились посмотрите молоденькие листочки до какого размера уже выросли я была видео как я сажала эти орхидейки и вот варегат на опустила молоденький листочек корешочки молодые я не вижу дополнительно но так как они должны выстреливать но у них все прекрасно все хорошо раскапывать я их не буду цветоносик вот не засыхает листики немножечко привяли вам скажу они жесткость не потеряли ну как бы чуть-чуть такие привявшие поэтому я ее сегодня хочу полить первый раз после посадки ну когда посадила и и поливала на третий день конечно а теперь уже две недели прошло вот уже листики пыльные стали и не про не мою ничего сверху не купаю так как это такие нежные орхидеи у меня уже были случаи как я покупала орхидейку подушеком и она немножечко зачахла зачахла потом дальше потом еще дальше и пропала и теперь я свои стараюсь орхидей не купать ни в коем случае вот у меня и щеточка вот так протираем листочки салто тампончиком протираю спиртовым или какой-то настойкой календулы или вот у меня есть салициловый спирт это очень хорошо если мучнистый червец заводится не чистым салициловым спиртом хотя можно и чистыми я протирала чистым ничего с ними не было но желательно если вы боитесь развести водичкой и протирать салициловым спиртом от червеца хорошее средство а сейчас вам расскажу чем я буду поливать свою орхидею орхидею я буду поливать беру водичку воду я беру с фильтра так как у нас в одессе очень хлорированная вода и мы растение не любит хлор и я беру с фильтра так как мы себе чай делаем там все кофе супчики варим борщики и беру препарат hb101 этим это натуральный виталайзер очень хороший препарат я возьму на литр воды капну две капельки можно одну но я две капу так как орхидейка принялась в рост и она имеет не болезненное состояние если болезненные орхидейки лучше их не капать hb101 а немного подождать чтобы они пришли в себя вот я отлила в удобный ковшик и сейчас по краю горшочка полью свою орхидею у вас на глазах чуть-чуть везде по краю вот так ни в коем случае вот видите листочек нижний в пазуху чтобы не попала в листики случайно можно налить на этот листочек и в пазуху листиков попадет влага и начнет гнить нам это делать не надо лучше листики приподнять и полить так как у меня моха не сфагнум я решила его полить по кругу а если у вас фагнум мох так можете просто в одном месте поливать возле орхидейки и горшочек с автополивом там фитилек есть он все достанет надо будет уже помыть нижнюю часть горшочка потому что из коры все смылось и немного замутнилась вода но уже на следующий раз когда буду за ними ухаживать и я вставляю эту деревянную шпажку она сейчас мокрая так как я мешала и буду следить за влагой в своем горшочке вот такая прекрасная композиция на сегодняшний день у меня растет посмотреть какое прелестное чудо те орхидейки варигатные очень красивые это была реанимашка ее спасала у меня есть видео посмотрите пожалуйста как я ее спасала что с ним творилось и она выжила посмотреть и начала пускать красивую чиновый листочек но не один конечно этот она пустила этот я имею ввиду сейчас она пустила после того как я ее посадила в композицию а эту орхидеечку я купила очень за дешево за 50 гривен и посадила как раз вовремя такая композиция прелестная я радуюсь ними любуюсь они в неплохом состоянии листья плотные жесткие здесь тоже точка роста есть только листочек еще не показывает когда они зацветут это будет чудо с этих двух сторон будет одни букеты посредине другой букет я вам все покажу все буду показывать рассказывать оставайтесь на моем канале следите за моими видео подписывайтесь если не жалко стать ставьте лайки пишите комментарии задавайте вопросы всем отвечу чем могу тем помогу до свидания до новых встреч а следующее видео у меня будет про эти реанимашечки как я вот их спасала от гнили и к и что с ними происходит и что я буду с ними делать дальше а это орхидейка у меня росла в пеностекле и как она себя чувствует и что я сделала для того чтобы она восстановила свои силы это все в следующем видео всем удачи всем пока